ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рустам Хамитов также отметил, что в Уфе нет ни одного объекта, который был бы специально построен к саммитам. Все, что мы сегодня предлагаем в качестве инфраструктуры, это объекты, либо существовавшие, либо постоянно действующие. Например, театр оперы и балета, киноконцертный зал Башкортостан. Также ранее использовался и Конгресс-холл, но мы его модернизировали и получили суперсовременную территорию для проведения разного рода симпозиумов, форумов, слетов и так далее. Все это будет использоваться в дальнейшем. У нас был очень маленький международный терминал нашего аэропорта. Сегодня построен современный терминал, который будет обслуживать до 800 пассажиров в час. Это все объекты нашей инфраструктуры, нашей жизни, которые будут использоваться жителями нашей республики. Сообщил в интервью глава республики. Стали известны результаты еще двух экзаменов ЕГЭ. В Башкирии 1783 выпускника не смогли набрать минимального количества баллов на ЕГЭ по обществу знанию. Об этом сегодня пишет газета «Комсомольская правда». 194 человека набрали от 80 и более баллов. 100 баллов не зафиксировано, но у четырех экзаменуемых из Уфы, Кумертал и Нефтекамска 96 баллов. Средний балл 51,9. Лучшие дела обстоят с ЕГЭ по химии. Средний балл 57,4. Не преодолели минимальный порог 264 человека. Максимальные 100 баллов набрали 3 человека из Терлитамака, Кумертал и Ольшеевского района. У 226 человек от 80 и более баллов сообщили в Министерстве образования республики. Сборная города Уфы вышла в финал премьер-лиги КВН. Об этом сегодня также сообщает «Комсомольская правда». Накануне в Доме клуба веселых и находчивых состоялась полуфинальная игра премьер-лиги, которую уже много лет ведет Александр Масляков-младший. Сборная города Уфы боролась за путевку в финал лиги вместе с пятью командами из России и Азербайджана. В итоге обшутили всех и заняли первое место. Финал игры пройдет в сентябре этого года, так что у уфинских КВНщиков есть время хорошо подготовиться. Чемпионат России по скайранингу пройдет в рамках 20-го международного горного форума «Канжак-2015». Принять участие в общем зачете может каждый желающий, кто чувствует в себе силы и готов преодолеть горный марафон. Трасса марафона проходит по смешанному лесу, тундре и непосредственно по гористой части Канжаковского массива. Дистанция 42 километра. Зачетное время 11 часов. Марафон пройдет 4 июля на территории городского округа Карпинск. Для участия требуется предварительная регистрация и допуск врача. Сейчас идет набор в группу участников из Уфы. Выезд на место старта марафона с рассветом 3 июля. Присоединиться к группе можно, подав заявку организаторам социальной сети ВКонтакте или по телефону, который вы видите на своих экранах. Праздник топора 20 июня состоится в Уфе. Шоу профессиональных лесорубов, розыгрыш призов и подарков, а также каша из топора ждет всех гостей. Начало в 12.00. А у меня на этом все, и мы переходим к другим новостям на сегодня.